Вход в подъезд, лестницы, лифты и почтовые ящики дома номер 106 Л Панова Садовой в надежных руках. Специалисты управляющей компанией, которая обслуживает жилплощадь, регулярно делают влажную уборку. Масштабная дезинфекция проходит раз в день, а затем порядок поддерживают консьержи. У нас здесь сотрудники консьержи, они именно хлорсодержащим препаратом протирают все поверхности почтовой ящики, дверные ручки, кнопки лифтов, панели вызовов, то есть все те поверхности, с которыми могут контактировать наши жители. За чистотой следят и на пятой просеке. Каждый день, начиная с 6 утра, коммунальщики выходят на санитарную обработку подъездов. Для дезинфекции используют средства, которые сертифицированы Роспотребнадзором. Поверхности, которых жильцы могут касаться руками, либо касаются, обрабатываются раствором изопропилового спирта 70-процентным, а полы и прочее обрабатываются раствором гипохлорид. Все рекомендации ВОЗ и прочие мы выполняем. По распоряжению губернатора Дмитрия Азарова в регионе действуют усиленные меры по предотвращению распространения COVID-19. Специалисты областного ГЖИ и городские власти каждый день контролируют, насколько качественно управляющие организации проводят дезинфекцию мест общего пользования в жилых многоквартирных домах. Всего в регионе более 24 тысяч таких домов. Инспекторский состав, за каждым инспектором закреплены соответствующие районы и жилищный фонд выходит на обслуживаемую территорию. Это, во-первых, то есть хаотично, да, не настолько выборочно. Безусловно, реакция по тем же горячей линии. Мы получаем в день порядка 50-70 обращений. Поэтому, естественно, это вся область. Я говорю не только в Самаре. Если инспекторы ГЖИ выявляют, что управляющая организация не справляется со своей работой, то на нее выписывается протокол, который передается в суд. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Если подъезд не дезинфицируют, жители многоквартирных домов могут сообщить об этом по телефонам горячей линии, указанным на экране. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.